здравствуйте сегодня на пороге дня элементар новые новшества элементар про конструктор страниц на wordpress заинтересовало меня новые возможности это поблочная прокрутка страницы но объяснить на словах это будет сложно это надо будет смотреть как раз таки в этом видео я вам покажу и новый виджет элементар некий прогресс бар это такая линия либо это может быть круговой прогресс бар который показывает уровень прокрутки то есть где человек находится на странице например страница длинный вниз человек его прокручивает и видит сколько ему осталось до нижней части страницы в процентном соотношении давайте рассмотрим эти новшества в элементар про но что доступна в версии элементар 352 у меня естественно вот он демо сайт сразу давайте я покажу что получается вот видите прокручиваю сайт внизу такая полоса с процентами вот видите вот я кручу она движется до конца докрутил вот грубо говоря сто процентов и поблочная прокруткой то есть если я колесом мыши прокручу буквально делаю один нажатие колеса одно то есть чуть-чуть а видите он как дальше вот так вот немножко прокручивать ниже тут уже зависит от ширины высоты секции ваших ну давайте рассмотрим сначала давайте рассмотрим новую опцию которая позволяет прокручивать по сути по экранам по блокам то есть по идее чуть-чуть колесо дернули у вас сразу прокрутился до второго экрана скажем сайта прежде чем это настраивать мы с вами перейдем давайте в консоль нам опцию нужно сначала включить находим здесь элементар переходим в настройки переходим на вкладку эксперименты самом низу вот эта новая опция scroll snap включаем ее активно то есть активируем и сохранить изменения как только это сделали теперь мы перейдем страницы я перейду в режим редактирования главной страницы здесь есть настройки то есть по шестеренки я захожу расширенные появляется видите вот вкладка вот она scroll snap давайте рассмотрим то есть вы переключаете вот этот ползунок в положении включено и вот здесь вот опции пошли то есть как прокручивать сайт скажем центр это получается центр экрана именно рабочей области которая попадает в область экрана то есть у нас же получается вот такими блоками сайт состоит и вы решаете то ли это к верхней топ к верхней границе прокрутка будет вот я сейчас чуть-чуть дернул у меня прям прокрутила вот к верхней границе вот вы видите почему на почему нас выбирают этот следующий блок он к верхней границе вот следующий видите я буквально чуть-чуть колесом двигаю и у меня прокручивать но есть некоторые проблемы у меня на некоторых блоках потому что оброки блоки эти разной высоты и также можно выбрать button это к нижней границе прокрутка то есть я чуть-чуть буквально дергаю но у меня сейчас не показывает нижняя граница как я уже сказал здесь скорее всего нужно делать колонки равного размера или сто процентов по высоте есть надо уже экспериментировать причем выбрать как будут прокручиваться блоки вот здесь вы можете на маленькую иконку кликнуть это на компьютерной версии а вы можете раскрыть как это будет работать для планшетной версии то есть это может работать по-другому и также настроить для мобильной версии сайта вот эту самую прокрутку я везде оставляю одинаково также padding это отступы можно еще задать некие отступы вот вы видите то есть прокручивать не прям к верхней границе чтобы еще небольшой зазор тут оставал оставался это нужно затем если у вас верхняя шапка сайта всегда на виду то есть она как бы будет немного загораживать блок заголовок следующего блока поэтому нужно будет делать отступы и последняя опция остановки прокрутки остановка прокрутки always это всегда и normal нормально ну надо смотреть просто как визуально я это не вижу разницы никакой и также эту опцию для планшета для мобилки можно отдельно настроить теперь что касается самих блоков то есть если я захожу в настройки секции то вам нужно здесь наверное будет выстроить вот высота минимальная высота то есть если у вас не получается каких-то блоках прокрутку то я полагаю что вот эти секции между собой они должны быть одного размера высоту по размеру экрана если делать вот так вот у каждого блока то есть вот у этого блока тоже надо делать будет вот почему нас выбирают тогда эффект будет явно очевидным вот давайте эту опцию я вообще у себя отключу я мне показал а теперь рассмотрим новый виджет здесь виджеты про я прокручиваю нахожу вот она плитка прогресс трекер куда лучше разместить смотрите лучше всего чтобы этот прогресс трекер был виден всегда то есть в залипающую позицию здесь можно внизу по плюсу добавить новую строчку так скажем ее поднять вот сюда например выше подвала и уже сюда до в настройки зайдем этой секции зайдем расширенные развернем вкладку эффекты прокрутки стики это залипание баттон залипание внизу этой секции видно за сейчас она у нас залипает и теперь вот я уже сюда добавляю прогресс трекер виджет он уже работает вы видите даже в режиме редактирования нам даже не нужно переходить на фронтальной части сайта она зеленая вы видите полоска я кручу вот видно ее и теперь по настройкам можно выбрать у нас изначально стоять горизонтально можно сделать круговой сейчас давайте посмотрим следующая опция на разных типах страницах скажем это страница лендинга вот этот вариант подойдет можно также выбрать на пост контент я так понимаю это блок и еще выбрать селектор оставляют этот вариант дальше вот этот вот переключатель и это откуда будет бежать вот этот ползунок слева направо или справа налево выбираете здесь вот эта опция позволяет включить проценты увидите проценты идут сразу видно это придает больше эффект я бы процента оставил и также процент где на линии видите с краю слева либо сразу вот на вот на этой части линии зеленый ну так мне нравится больше как я сейчас сделал ну и быстренько по дизайну смотрите во первых она эта линия и сделаю потолще потом в настройке самой секции я зайду в макет ширина макета во всю ширину чтобы не было зазоров вот это будет эффект не смотреться вернусь в режим редактирования плагина в стиле естественно цвет меняете какой вам нравится либо пускай чтобы это было вот синяя полоса и если проценты оставляете то а цвет процентам вот здесь эта вкладка color на синим хорошо с будет смотреться белый вот вы видите теперь проценты белые ну тут можно остыть рамку все дела давайте посмотрим на фронтальную часть сайта как это выглядит то есть вот этот пока серая полоса на начиная прокручивать она заполняется синий полоса но это крутая штука такая новомодная сейчас на сайтах используется на многих вот такой прогресс бар который привязан по сути да к ползунку к прокрутке сайта ну и теперь есть еще один вариант тоже с процентами круговой и тоже по дизайну размер общей толщина линии вы это видите и цвета color как будто это получается цвет процента цвет color здесь будет фиолетовый да ну и здесь это тоже белый не подойдет но пускай красный что ли вот давайте обновимся то есть тоже в залипающей позиции тоже смотрится достаточно интересно просто такой круг но когда я начинаю крутить смотреть как он прикольно заполняется это все достаточно эффектно смотрится вот такие самые важные нововведения были в элементар про для тех кто совсем не в курсе я вам хочу сказать что элементар про это лидер это конструктор страниц как блогов интернет-магазинов просто страниц и это самый популярный самый мощный и лидер на wordpress и он платный если он вас заинтересовал вы хотите его приобрести для своих сайтов то тогда ссылочку я оставлю в описании под этим видео на этом я с вами прощаюсь и увидимся в следующем видео пока пока друзья в следующем видео